Доброго времени суток дорогие друзья, с вами Тальшафар. Добро пожаловать на мой личный видеоблог в YouTube и персонально спасибо тем, кто является подписчиками данного канала. Если вы еще не подписались, рекомендую сделать это. Прямо сейчас мы сегодня вновь поговорим о Facebook. Итак, Facebook у вас наша группа на экране, но речь сегодня не о группе. Речь сегодня о сообщении. Только что я получил несколько сообщений и благо Facebook мне еще одно оставил живым. Вот пришло такое удивительное сообщение. Написано Тал. Обращение, видимо Таль. Я никогда не переписывался с Абрамом Торпусманом, но он находится в списке моих контактов. И казалось бы, казалось бы, вполне логично, что я должен тут же открыть. Ведь он обращается ко мне и он состоит в списке моих контактов. Но я рекомендую вам никогда этого не делать. В лучшем случае, я уже знаю, что речь идет о вирусе, но в лучшем случае я напишу. Абрам, ты мне отправил какую-то информацию, Абрам, ты отправил мне какое-то письмо, Абрам, это ты отправил мне ссылку. И если он подтвердит, то нет проблем перейти по данной ссылке. Конечно, и там есть опасность, но намного, намного меньше, нежели вы просто, что называется, тупо перейдете по ссылке. Что может быть? Ну, самое худшее, и вы должны всегда готовиться к самому худшему в таких случаях, ваш компьютер сможет упасть. Почему? Потому что это будет вирус. Специальная программа взломала либо мобильный Facebook, либо стационарный у Абрама. И, соответственно, что происходит? А происходит вот что. На ваш компьютер внедряется вредоносная программа, вредоносный вирус, который уничтожает информацию. И вы горько, очень горько об этом пожалеете. Благо, если у вас есть сохраненная версия. А если нет, тогда придется все начинать с нуля восстанавливать ценнейшие файлы. Переписку, очень много информации, которая находится в Word, такие драгоценные картинки, фотографии дорогие вашему сердцу. Все это уйдет никуда. И знаете почему? Потому что вы нажали на ссылку в сообщении, которое вам пришло в Facebook. Не открывайте. С вами был Тальшаха. Я приглашаю вас поделиться своими комментариями, впечатлениями, быть может, опытом, который у вас есть, опытом печальным, который может предостеречь других пользователей. Удачи! Не болейте вы, и пусть не болеет ваш компьютер. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!